Встреча с Владимиром Путин По мнению представителей объединенного командования НАТО, которые опираются на полученные из американской разведки сведения, управляющий Россией сегодня Путин умер в физическом смысле этого понятия, после чего его тело спецрейсом было доставлено в республику Тыва, где местный совет шаманов произвел над покойником ритуальный обряд так называемого расшикания, когда тело покойника расшикают специальным шаманским ножом и выпускают на свободу его душу. Когда шаманы проделывали эту операцию над телом Путина, их удивлению не было предела. Дело в том, что они не обнаружили там абсолютно ничего. После этого шаманы решили отделить у покойника его голову для того, чтобы проверить состояние головного мозга своего клиента, но и там зияла абсолютная пустота. Перепуганный Шайгу приказал своим шаманам немедленно защитить президента России и пришить ему голову на место, после чего шаманы произвели обряд воскрешения покойника. Фактически они создали зомби, мертвого человека, который может самостоятельно передвигаться и даже произносить какие-то ритуальные фразы, типа «победа», «война до победного конца», «всех за мочу» и так далее. Но самое большое удивление постигло ближайшее окружение Путина, когда они обнаружили, что Путин – зомби, совершенно ничем не отличается от Путина живого. Он также, как и раньше, распространяет вокруг себя жуткое злогоние, кидается на людей и постоянно требует свежей крови. Ассалям алейкум, с вами снова я, злой киргиз Александр Ронкин, и это программа «Израиль и мир 365», в которой я говорю о тех вещах и событиях, которые мне сегодня показались важными, значимыми, а, возможно, смешными и курьезными. Я говорю не только то, что я думаю, а вам предоставляю возможность делать свои собственные выводы. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал и поставить лайки этой моей программе. Вообще, тема покойников, как оживших, так и тех, кто благополучно похоронен, вчера практически не сходила с первых полос всех новостных изданий. И Израиль сыграл здесь свою заметную роль. В минувшую пятницу на одном из кладбищ в Израиле была похоронена умершая старушка в 80 лет. И во время погребальной церемонии родственники старушки по ошибке опознали ее как члена своей семьи. Ну, фактически, наверное, как свою бабушку. Как выяснилось, это была вовсе не их старушка, а о том, что покойниц перепутали, выяснилось, когда другая семья пришла в ту же самую больницу на опознание своей умершей родственницы. И там они обнаружили совершенно чужую и совершенно неинтересную им старушку. Как выяснилось, трупы старушек были перепутаны при идентификации умерших в больнице. Сегодня эти бабушки, в отличие от российского президента, уже благополучно лежат в своих могилах, а с их семьями работают специалисты-психологи. Другой интересный казус с покойниками, вернее, с почти покойниками, случился в другом израильском городке в центре нашей страны. 40-летняя сотрудница налогового управления была задержана по подозрению в попытке отравить своих начальников. Согласно расследованию, женщина вступила в сговор с преступной группировкой, чтобы те с помощью яда помогли ей избавиться от ее руководства. Более того, она неоднократно угрожала своим начальникам страшной и мучительной смертью. Расследование было начато после того, как один из дальних приятелей этой самой налоговой инспекторши сообщил в полицию, что его знакомая хочет укокошить своих боссов и для этого ищет смертельный яд. Мужик, естественно, отказал ей, а сам перепугался и подумал, что если она совершит свои преступления, то могут и его привлечь, поскольку она к нему обращалась, а он не сообщил. Поэтому сознательный мужик тут же побежал в полицию и настучал на свою знакомую. Неудавшаяся леди Магбет из маленького израильского городка адресована, а ее предполагаемые жертвы-покойники отделались только тяжелым испугом и расстройством желудка. Такое ощущение, что эта подозреваемая прошла обучение в спецсходе КГБ. Она, как и ее российские коллеги, оказалась неспособна произвести даже самую незамысловатую ликвидацию. Тем временем на минусах выходных несколько сотен живых покойников-зомби из России и Сидии собрались у границы Израиля в районе Голландских высот. Одеты были покойники в форму российских и сирийских десантников и пытались совместно изобразить военные учения мертвецов. Кстати, это были уже не первые учения за прошедшее время. В самом начале июня российские и сирийские военно-воздушные покойники уже проводили учения в разных частях Сирии, в том числе и в сирийской части Голландских высот у границ Израиля. Но, как и все зомби, эти зомби в военной форме имеют свои ограничения. Они не могут переступить через определенную черту, начерченную на земле, так как у них тут же начинают отваливаться руки и ноги. И в данном случае такой чертой для этих зомби служит граница Израиля. Иногда они возвращаются. Политические трупы, которые, как казалось бы, уже должны были стрелять и рассыпаться в прах, в политическом смысле этого образа, вдруг оказываются живее всех живых, вылезают из своей политической могилы и начинают снова карабкаться на вершину политической жизни, расталкивая по дороге живых людей. Бывший вечный премьер израильского правительства, живой политический труп Биби на Таньягу снова готов вернуться к политической вразине. Нас с вами снова ожидают привычные картины политической жизни Израиля, когда десятки зомби из самых различных политических партий, выстроившись в ряд и истекая зеленой слизью, ломанной мертвяской походкой, идут в наступление на Кнешет. Они смотрят на мир своими пустыми глазницами, а в том месте, где у живых людей расположена совесть, зверяют огромные дыры, через которые отчетливо виден ад. Вот и все на сегодня. Приятного вам зомби-апокалипсиса. Боже, храни израиль. Аминь. Аминь.